Дорогие друзья, представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 29 лет, рост 180 сантиметров, вес 65,8 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 побед, 4 поражения. Его стиль ММА из Дагестана Шамиль Исмаилов. А вот и его соперник в красном углу клетки. Ему 26 лет, рост 177 сантиметров, вес 65,8 килограмма. Его профессиональный рекорд 2 победы, 2 поражения. Его стиль ММА из Грозного Чеченской Республики. Магомед Юнусов. Рефери Вакагона Ашот Ордиан. В колледж у нас есть еще немножко времени, которое мы можем с удовольствием провести в вашей компании, дорогой Гирихан. Всегда рад. Воспользуюсь этим для того, чтобы, ну, может быть, узнать, может быть, рассказать несколько больше о лиге, о задачах лиги AC Young Eagles. И, возможно, о руководстве, куда оно ведет этот корабль. Какое ваше на этот счет мнение? Ну, как вы раньше говорили, маршал лига AC Young Eagles. И, по моему мнению, и по мнению многих специалистов, это лучшая селекционная лига у нас в России. Но здесь, в основном, как говорится, проходит рубку, мясорубку, закаливается. А очень упорные бои, и это сегодняшний турнир в полной мере снова доказал. Даже есть, как вы знаете, я работаю в других лигах. И в других лигах, когда ты говоришь, что парень игрался на Young Eagles, сразу начинает. Ну, понятно тогда. В принципе, все наши основные лиги признают, что на Young Eagles это реально ребята закаляются, чтобы пройти. Здесь 3-4 боя. Это нужен и дух, и сила, и техника, и, как говорится, все. Да, действительно так. Очень конкурентная лига, безусловно. Есть ли в этом заслуга непосредственно руководства? В этом ли стоят задачи? Ну, как мы знаем, руководство лиги Руслан Ханзаев и Владислав Сункаев, они... Сына своего не пожалел. Сына своего не пожалел, бросил, как говорится, на амбразуры. Кстати, не видел у него ни одного проходного боя. Действительно, все по-серьезному, по-взрослому, как оно у всех остальных. Согласен. Кстати, мне почему-то даже кажется, что это подчеркнуто, так же, как у остальных, чтобы не было нигде никаких домыслов. Да. Есть такое ощущение, по крайней мере. Я согласен с вами. Не в курсе матчмейкинга, но со стороны такое впечатление создается. Ну, по поводу самой лиги и руководства, очень грамотно лига ведет свою работу. Очень хорошие карты, бойцы подбираются очень хорошо. Если бы не вот эта наша пандемия, треклятая, как говорится, уже были планы даже в этом году, чтобы лига ИСЕ Ян Гигглз начала свои ивенты проводить в других городах России. Да, ну что, собственно, уже неоднократно было. Мы вот работали уже и в Нальчике, и в Ростове, и в некоторых других городах. Обратите внимание, что сейчас у спортсмена Сечка. И, кстати, будем еще надеяться, что это Сечка, а не переломнулся. Ну, рана глубокая. И рана глубокая, и крови много. Да, все, остановка. Да, наш доктор. Видимо, ну, это чисто, честно говоря, технический такой момент. С ним ничего не сделаешь, при том, что спортсмен показывал себя хорошо здесь. Перелом носа, он не позволяет дышать, он не позволяет дальше продолжать. Ну, тут видно по картинке даже, боец сам. Ну, понятно, если ты захлебываешься кровью, ну, объективно, понятно, что ты не сможешь провести дальше поединок, так, как ты его чувствуешь, что должен провести. Согласен, согласен. Поэтому здесь, да, без злона с победой Магомеда Юнусова. И у него положительный рекорд 3-2, чем мы его и поздравляем. Ну, а Шамиля Исмаилова будем рады видеть еще. Скорее всего, поздравляю ему. Собственно, как и вас, дорогой Гирихан, которому, я знаю, сейчас уже пора возвращаться своим непосредственно профессиональным обязанностям. Как говорится, с Богом. Да. Дорогие друзья, время остановки боя. Первая минута, 57-я секунда первого раунда. Таким образом, техническим нокаутом, в связи с снятием врачом, победу одержал Магомед Юнусов. Которого мы безусловно поздравляем и ждем от него новых побед. Ну, а сейчас Гирихан...